Друзья, привет всех! Еще раз поздравляю с масленицей, сегодня последний ее день, и поэтому сегодня мы с вами приготовим очень красивые и вкусные корзиночки из блинов. Их можно подавать в принципе на любой праздник, не обязательно на масленицу, и использовать вместо тарталеток. Начинку можно делать любую, я буду готовить курочку с грибами. Ну что, давайте начнем! Нам понадобится яйца, сливочное масло, молоко, мука, сахар и немножко соли. Берем глубокую миску и насыпаем в нее пшеничную муку. Затем сразу же добавляем соль и сахар. Соль берите прям совсем чуть-чуть, лишь бы только оттенить вкус наших блинчиков. Теперь все сухие ингредиенты смешиваем с помощью венчика и разбиваем туда яйца. Белки от желтков отделять не нужно, мы используем яйца целиком. Теперь сразу же добавляем немножко молока и начинаем вымешивать наше тесто. Молоко мы будем добавлять постепенно, несколькими частями. Каждый раз хорошо вымешивать тесто, чтобы в нем не образовывались комочки. Потому что в густом тесте от комочков избавиться намного легче, чем в жидком. Именно поэтому мы добавляем всегда-всегда жидкость в блинное тесто частями. Наши блинчики должны получиться очень тонкими, поэтому если вы видите, что тесто еще густое, добавьте еще немножко молока. Когда мы добились нужной консистенции теста, наливаем в него растопленное сливочное масло и еще раз все хорошенько перемешиваем. Жарим наши блинчики, как обычно, с двух сторон на очень-очень хорошо разогретой сковородке на среднем огне. Для этого лучше всего использовать блинную сковороду, потому что у нее низкие борты и блинчик удобно переворачивать. А еще хорошая блинная сковородка всегда с антипригарным покрытием и с толстым дном, поэтому блинчики готовятся равномерно. Дальше мы берем формы для запекания, которые нравятся нам по форме, и складываем в них наши блинчики, формируя тарталетку или блинную корзиночку. Посмотрите, как я это делаю на видео. Ставим наши блинчики в духовку и готовим примерно 20 минут при 180 градусах. А пока займемся начинкой. Еще раз повторю, что начинка может быть любая, я решила сделать грибную начинку с курином филе. Я взяла шампиньоны и немножечко сухих грибов. Сухие грибы я сушила самостоятельно еще летом, их нужно обязательно залить кипятком и оставить постоять примерно на 30 минут. А пока берем шампиньоны, хорошенько их промываем, обсушиваем бумажным полотенцем и нарезаем на кусочки. В принципе, вместо шампиньонов вы можете использовать абсолютно любые грибы, которые вам больше нравятся. Просто шампиньоны продают во всех магазинах, поэтому я решила купить их и немножко добавить аромата с помощью моих белых грибов. Дальше убираем шампиньоны в сторону, они нам пока что не пригодятся. И теперь на крупной терке мы натираем твердый сыр, лучше всего, если вы купите, найдете, достанете из холодильника парамезан. И финальный ингредиент нашей начинки это куриное филе. Можно брать филе грудки или филе бедра. Я купила филе бедра и нарезала его кубиком. Вообще, конечно, кубик должен быть помельче, просто мой муж любит крупные кусочки, поэтому я порубила достаточно крупным кубиком. Наливаем в сковороду растительное масло и обжариваем наше филе. С двух сторон до румяной корочки. Затем перекладываем филе в тарелочку и обжариваем в этом же масле шампиньоны. Туда же добавляем наши белые грибы, сухие, которые мы заливали кипятком, воду сливаем, а сами грибы добавляем к шампиньонам. И тоже все это обжариваем до готовности. И затем обратно возвращаем нашу курочку. Сразу же немного солим, перчим, добавляем ваши любимые специи, если используете какие-то ароматные травы или, например, паприку. Здесь можно добавить, в принципе, все, что вы любите. Заливаем это все сливками. Добавляем наш натертый на терке пармезан. Ставим огонь на минимум, закрываем сковороду крышкой и тушим все это дело до готовности. И это примерно 3-5 минут. Все зависит от размера кусочков и от мощности вашей плиты. Еще раз повторю, что это мой вариант начинки, вы можете использовать свой. Тем временем, посмотрите, как легко из формы вынимаются наши блинные корзиночки. Мы ставим их на какую-то красивую тарелку или блюдо и просто накладываем в них нашу начинку. Так как блинчики у нас тонкие, то начинку лучше в них складывать перед подачей или перед тем, как вы будете их кушать. Например, если вы готовите эти блинчики на праздник, то лучших с вечера заранее их не делать, а положить начинку непосредственно перед тем, как придут гости. Приятного вам аппетита и еще раз всех поздравляю с масленицей! Приятного аппетита!